приветствую вас друзья с вами вновь я Виталий и появился повод сделать комментарии к моим постам в инстаграме вот эта картинка пост которая говорит о том что о том что я отказываюсь от краткосрочных от краткосрочной мечты от краткосрочного мышления и перехожу к мышлению успешного человека я думаю о далекой мечте о результате ориентируясь эта публикация набирает с трудом там 88 ваших лайков это понятно потому что это какое-то действие какое-то усилие над собой какое-то какое-то состояние требовательность к себе какая-то должна быть в этом посте отражается да и далее интересный пост выходит в которым говорится о времени а времени когда у вас имеется свободное время или не имеется свободного времени и это какое отношение показывается с людьми которые общаются с вами когда у них есть свободное время или которые ищут свободное время чтобы пообщаться с вами здесь у вас набирается больше 300 лайков это нашло отражение в ваших эмоциональных состояниях эта публикация соответственно, вам это понравилось и так, я хотел бы прокомментировать связь между этими двумя публикациями она здесь непосредственно интересная и вам хотел бы два слова здесь сказать посмотрите, когда вы находитесь в состоянии мечты о будущем о далеком будущем, о каком-то результате что вы достигнете скажем, возьмем его год, год, время это наша популярная такая традиция ставить себе мечту какую-то на год и потом ее достигать или тут уже забывать так вот, именно вот это состояние отсутствие свободного времени когда вы ставите себе далекую такую мечту, далекую на один год, то вот эта мечта создает у вас такое состояние отсутствия свободного времени, то есть все время весь год занят вот этой единственной мечтой единственное стремление к этому результату понятно? а если у вас краткосрочное мышление вы думаете периодом одного месяца одной недели одного дня и так далее и какая-то мечта у вас какой-то процесс краткосрочный происходит и вы достигаете небольшой небольшой какой-то какой-то цели там через неделю в течение дня и так далее то у вас краткосрочное мышление оно вот такие маленькие периоды маленькие периоды маленькие периоды это в этом случае у вас и появляется свободное время то есть вы думаете вот здесь мое время занято а завтра вот это время у меня свободное вот это время у меня в течение дня занято а вечером у меня время свободное потому что я именно достиг именно той самой цели решил какую-то задачу находился в каком-то процессе и вот получил удовлетворение эмоциональное и получил какой-то результат небольшой а когда у вас мышление длительное мышление на весь год одна какая-то стоит то она это мечта это цель к результату стремления к этому закрывает вам сразу весь год. Поэтому такая лакмусовая бумажка, именно я вам даю эту иллюстрацию свободного времени. Когда вы общаетесь с человеком или у вас такое состояние, что с вами легко пообщаться, у вас есть свободное время поговорить с кем-то, то это говорит о том, что у вас краткосрочное мышление. Это вас тормозит ваше развитие. А когда вы видите отсутствие свободного времени, вы его ищете, чтобы пообщаться с кем-то или другие люди пытаются вклиниться, как-то пообщаться с вами, вы говорите, у меня некогда с вами общаться, у вас нет свободного времени для общения. Это говорит о том, что у вас именно краткосрочное мышление на успех, на длительную цель, мечта далеко у вас находится. Это иллюстрация хорошая, к чему может нам показать, какая метафора. Они иллюстрируются такой темой в растеневодстве. Мы выращиваем краткосрочный результат. Это трава, получается трава, цветочек, который дает нам цвет, да, то есть мы посадили цветок, он у нас там через месяц распустился и так далее, да, и получился вот этот результат цветения, эмоционального цветения в нашем сознании, да, результат краткосрочный. А когда мы говорим о долгосрочном, долгосрочном, когда все ваше время занято, у вас выращивается такой ствол, дерево растет, какой-то, когда-то дальше веточки растут, там листочки у него, и там плоды в конце образуются, да, это длительное мышление. В этом мышлении у нас отсутствует свободное время вообще, его нету. То есть вам не покоя, если вы человек, который ищет свободное время, то вы находитесь на, в правильном, в правильном перспективе, перспектива вашего мышления длительная. Поэтому, друзья, благодарю вас за ваши лайки, к этим постам, за эти поводы, которые дают мне поговорить с вами. Надеюсь, вы поймете, поймете эту ситуацию, примените ее к себе и посмотрите, есть у вас свободное время для общения, или вы ищете свободное время для общения, и кто-то, когда вы с вами приходит на общение, вы сразу понимаете, что этот человек находится в состоянии перспективного мышления, длительного, успешного мышления, или человек живет сегодняшним днем, сегодняшними мечтами, и ему хочется поговорить, пообсудить то, что с ним произошло, что он достиг сегодня или вчера, и так далее. То вы понимаете, на этом случае, с какими людьми вам необходимо общаться, каких людей избегать, какие люди отнимают у вас время, энергию, силу и так далее какие люди мешают вам именно движению к вашей большой мечте к вашему большому результату и так с вами был я Виталий, пока-пока лайкайте, комментируйте, меня это мотивирует делать эти новые картинки, новые посты пока-пока